Рассказывает об одном пилоте международных авиалиний. В этой истории говорится о том, что летал он не так часто, не более одного-два раза в неделю. И чтобы не проводить время зря и впустую, он решил открыть небольшую мастерскую по ремонту автомобилей. И вот обустраивая мастерскую, ему понадобилась какая-то мелочь, и он пошел в хозяйственный магазин, будучи в рабочем комбинезоне, и, разговарившись с продавцом о своих делах, о том, что он делает, что он планирует открыть автомастерскую, а продавец оказался и владельцем этого небольшого хозяйственного магазина, пилот в разговоре упомянул о том, что он видел за границей в очередном рейсе, с которого вернулся не так давно. Продавец, владелец магазина, улыбался ему, слушая его. И когда пилот отошел от прилавка, другой покупатель подошел к хозяину магазина и спросил, кто этот человек, с которым он только что разговаривал. На что хозяин магазина ответил. Он на соседней улице открывает автомастерскую, но потом он с улыбкой добавил, но думает, что он пилот международных авиалиний. Человек в нашем мире, который не знает, кто он, вызывает у нас или улыбку, или сожаление. Но надо сказать, друзья, что когда мы читаем Евангелие, читаем историю о нашем Спасителе Иисусе Христе, то мы видим, что подобное мнение сложилось и об Иисусе Христе у тех, кто его окружал. Кто-то с насмешкой, а кто-то с яростью реагировал на то, кем Иисус Христос себя называл. Кто-то считал его самозванцем, а кто-то считал его богохульником, когда он равнял себя с Богом. И такое отношение не всегда было от незнания того, кто есть Иисус. Но такое отношение было проще, потому что если Христос был Богом, то нужно было что-то в своей жизни менять по отношению к Нему. Ведь противники Христа, даже противники Христа, не могли избавиться от мысли, что то, кем Он себя называет, есть правда. Как-то раз они прямо спросили у Него, об этом мы читаем в Евангелии от Иоанна, 8 главе, они прямо в лоб Его спросили, как мы иногда говорим, «Скажи нам, кто Ты?» И тот ответ, который дал им Иисус, он не менее удивителен, чем вопрос, который задавали Ему. Потому что Христос сказал, «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Помыслите, друзья, о том, что Христос сказал в ответ на простой вопрос, «Кто Ты?» Без сомнения, этот ответ породил еще больше вопросов, чем до того, когда к Нему обращались. По сути, надо понимать, что Христос сказал им в этом ответе, «Когда Вы распнете Меня, когда Вы вдоволь посмеетесь надо Мной, когда Вы прибьете руки и ноги Мои к этому грубо отесанному дереву, и когда в этих муках откажете Мне даже в голодке холодной воды, вот тогда узнаете, кто Я». Что это за такое особенное свидетельство, которое должно было именно там, на кресте, открыть всем людям, кто есть Иисус? Вы помните из Евангелия, что Пилат и противники Иисуса пытались сформировать мнение об Иисусе у большинства людей. И вы помните, как они это сделали? Пилат распил его между двух разбойников, чтобы таким образом показать, кому он причислен. И вы помните, он еще и надпись туда добавил, ироническую надпись, или наоборот, он хотел как-то вот показать, что что-то понимает в Иисусе Христе. Вы помните, что иудеи говорили, «Не пиши, что Он царь иудейский», а что Он говорил, что Он царь иудейский. Но те, кто повесил Его между двух разбойников, хотели, чтобы Его считали таким же преступником. Но для небольшой группы людей, которая была здесь неподалеку от Голговской горы, которая смотрела на все это, это ученики, может быть, и те, кому Христос помог, они понимали, что здесь совершается злодейство, потому что Христос ни в чем не был виновен, из почему Он оказался там. Это было злодеяние. Но для неба, но для неба Иисус Христос был Богом, и здесь совершалось жертвоприношение. Воплотившийся Бог таким образом расплачивался за созданное им творение, за людей. Все же Евангелие открывает нам, что некоторым людям было открыто понимание того, кто есть Иисус Христос. Вы помните, что это понял один из тех двоих, которые висели рядом с Христом. И разбойник сказал ему, «Господи, я признаю, что Ты есть царь того будущего небесного царства, и я хочу оказаться там». Мы помним, что римский военачальник, который до этого видел очень много смертей, когда Христос умер, он говорит, «Нет, этот человек умирал не как человек. Это личность божественного происхождения». И вы помните, что и священнику Каиафе было дано знание, потому что однажды, когда он встретился с Христом на своем суде, он ему прямо спросил, «Заклинаю тебя, скажи, кто ты? Есть ли ты Сын Божий Иисус Христос?» Интересно, что Христос ему говорит, «Ты сказал». То есть Каиафа получил ответ, но вы помните, что он его не устроил этот ответ, он разодрал одежды и потребовал смерти Христа за такое богохульство, по его мнению. И даже Пилат, когда он судил Христа, он тоже имел знание, кто есть перед ним. Даже его жена послала ему сообщение, что «Не делай ничего плохого этому осужденному, потому что я много пострадал за него прошлой ночью во сне». Но Пилат, зная все это, он умыл руки перед толпой, таким образом выдавая себя непричастным к тому, что случится с Христом далее. Похоже, многие люди в тот день, видя, что случилось на кресте, не могли уснуть от мысли, а кто же он? Тот, кого они видели распятым. Кто-то из них поначалу, наверное, присоединился к толпе, которая кричала «Распни его!», но идя домой вечером, они не могли избавиться от мук совести, от того, что они сделали. Они не могли избавиться от этой картины, того, каким образом, или как вел себя Христос там, на кресте. И, наверное, для многих из них стало большим облегчением момент, о котором мы читаем в книг «Деяния апостолов» во второй главе. Вы помните, когда апостол Петр в день Пятидесятницы возвысил свой голос и сказал им, «Твердо знай весь дом Израилев, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распили». Для многих из них сейчас все стало ясным. И вы помните, сколько из них много людей покаялись. И даже эти слова, которые говорил Петр, их убеждали в том, что и они могут освободиться от этой вины и от этого незнания, кто же этот. Потому что перед ними стоял тот Петр, который не так давно отрекся от сего, что он не знает его. И, наверное, многие из тех, кто сейчас присутствовал и слышал Петра, они слышали и его клятвенное отречение. Друзья, когда мы приходим к этому служению, и чтобы стать нам по-настоящему участниками служения причастия, нам тоже ответить нужно для себя на вопрос «Кто этот?» Вы знаете, друзья, что у рода человеческого, которому мы с вами принадлежим, очень большие проблемы с признанием вины. Эта проблема проявилась сразу же, как наши прародители Адам и Ева ослушались повелений Господа. Когда Бог хотел выяснить причины или установить причины их отступления, помните, что сделали наши прародители? Они сказали «Это не я, это не я, это не я», и так далее, и так далее. У нас большие проблемы с признанием вины. Мы тяжело признаем, что то, что мы делаем, является исключительно нашим выбором. Но когда мы смотрим на Голгофу, когда мы смотрим на страдания Христа, нам нужно признаться и признать свою вину. Потому что если за мою вину или за мой грех Христос не умирал, если я не виновен, если я не признаю свою вину, то у нас большая беда. Вы знаете, что всякий грех, за который не пролилась кровь, он ведет нас к погибели. Но а если мой грех все-таки был омыт, и за него кто-то умер, а умер Христос, то смотря на его жертву, мы понимаем, что он умер не от боль, которая причинила ему распятие, не от ржавых гвоздей, не от истощения, он умер за то, чтобы я был жив. Он умер, потому что мои грехи возвели его на крест. Он умер, потому что моя и ваша вина сделали это. Вот таким образом Христос становится моим личным спасителем. И когда мы говорим, а кто же этот, как задавали вопрос тогда люди, нам нужно ответить, что это мой спаситель, мои грехи привели его на крест, и он умирает за мой грех. Находясь на поле битвы, я думаю, что вы тоже это понимаете, каждый воин является частью стратегии победы. У него есть своя роль, у него есть определенные действия, но сражение может усилиться в том месте, где находится какой-то конкретный воин из армии, и силы неприятеля в этом месте могут его одолевать. Там, где он оказался, сражение может усилиться до той степени, что он не видит общую победу, он не видит, что его армия побеждает, он думает, что он в числе проигравших, потому что шум войны, рвущиеся снаряды, дым, пыль, все это окружает его, и он не видит, что он на стороне победителей, потому что в его месте он видит, что он проигрывает. Мне кажется, это очень скупая иллюстрация того, что происходило на Голгофском кресте. Мы знаем, что там происходило главное сражение в этой духовной войне между Богом и неприятелем, восставшим против Бога Люцифером. Немногим позже, когда мы читаем книгу Деяния апостолов, один из слуг Божьих тоже вел свое сражение, и в том сражении, погибая от того, что на него навалились силы зла, он увидел окончательную победу и порадовался. Вы, наверное, вспоминаете, что я говорю о Стефане. Стефан погибал, и в тот момент, когда кто-то из присутствующих поднял камень, чтобы в последний раз, может быть, нанести ему смертельный удар, вы помните, что сказал этот человек? Он увидел ту окончательную победу и обратился ко всем и сказал, смотрите, я вижу небеса открытыми и Сына человеческого, стоящего по правую руку Божию. Он в этот момент, когда погибал, казалось бы, потерпел поражение, но он увидел окончательную победу и возрадовался. Но сейчас, обращаясь снова к Христу, мы знаем, что когда Христос вел свое сражение с противником, ужас сражения был настолько сильным, что Христос не видел победы. Он не видел победы, той окончательной победы. И даже в этой агонии, в агонии поражения он возвал к своему небесному Отцу с вопросом, почему, почему ты оставил меня в этот момент? Христос умирал не как Стефан, Христос умирал как грешник, который уже ничего не увидит, который никогда не возвратится, которому никогда не будет возврата от того состояния, в которое он уходит. Христос умирал как проигравший эту победу, умирал от греха. Мы читаем в Евангелии, что Христос, вернее, Отец Небесный, Он милостиво скрыл агонию Своего Сына, предсмертную агонию Своего Сына, и мрак опустился на гору Голгофу, когда Сын Божий умирал от ужасов, которые окружали Его. Сегодня, общаясь с людьми, иногда мы можем услышать, что люди страшатся ада, или, вернее, страшатся огня ада. Ну, похоже, друзья, что муки ада будут вызваны не огнем, который все окончательно уничтожит, и грех, и грешника, но муки ада будут вызваны тем, что грешник будет испытывать мучение от того, что решение, которое он принял в жизни, уже никогда нельзя будет поменять. муки грешника будут от видения той славы Божьей, которая придет на землю, но он будет понимать, что это место никогда не станет местом его жительства. Муки грешника будет в том, что он отверг то, что он считал ложью, но он видит сейчас, что это настоящая реальность. Муки грешника будет в том, что он увидит своего небесного Отца, Творца, Его Творца, но он навсегда сейчас должен будет с Ним быть разделенным. Христос, наш Спаситель, Он прошел через эти муки. Да, Он знал, Он верил, Он говорил о своем воскресении, но в момент сражения с противником плотность этой борьбы была настолько высока, что Он не видел своей победы, Он не видел лицо своего Отца. Он умирал, умирал как грешник, безнадежды. Мы знаем, что Он не был грешником, но груз вины моей и вашей, Он привел его к такой смерти. Когда-то на небе Сын Человеческий заявил о том, что Он пожелает прийти на землю и искупить тех, кто отошел от правды, от истины. Мы знаем, что тогда Сын Божий был окружен славой небесных ангелов, которые заявили о том, что готовы занять его место. Но Христос сказал, нет, только Я могу это сделать, только Сын Божий это может сделать. И тогда все небесное воинство еще более возлюбило и поклонилось своему Творцу, потому что Творец не пожелал погибели членов своей семьи небесной, но хотел вернуть их. Но исход битвы на Голгофе совершался не в великолепии утренних звезд, как говорит о том Иов, но во тьме и тени смертной. И вот эта тьма, она не давала Иисусу видеть окончательную победу. Только несокрашимой верой, верой в свидетельство и в обетование небесного Отца, Христос, умирая, уверил свою жизнь в Его руки. Поэтому, друзья, сегодня мы можем с вами дать ответ на вопрос, кто же этот? Это Иисус Христос, мой и ваш Спаситель. Давайте еще раз для себя осознаем, что Христос прошел мой и ваш путь позора на земле, чтобы вы и я прошли путь Его славы в небесном Царстве. Он прожил недолгую жизнь на земле, чтобы мы вечно с вами жили в обителях рая. Он взял на себя мои и ваши немощи, чтобы вы и я, мы могли принять верою Его силу. Он взял на себя мою и вашу вину, чтобы мы сегодня жили свободными от греха. Он пережил агонию преисподней, чтобы мы разделили радость жизни в небесной семье. Он испил чашу страдания один, чтобы мы с вами получили всю силу неба, когда преодолеваем грех или искушение. На Его руках и ногах остались навсегда шрамы от гвоздей, чтобы мы с вами получили преображенное тело, когда Христос явится на нашу землю. Поэтому Он стал единственным возможным спасителем для меня и для вас, чтобы мы всегда знали единственно верный ответ на вопрос, кто этот? Это наш спаситель. Помните, в Евангелии от Луки, когда Иисус собирает своих учеников на пасхальную агницу, пасхальную трапезу, прошу прощения, которая была последней в его жизни, он берет пресный хлеб, который там был на столе, он поломал его на куски и дал его ученикам и при этом сказал, это тело мое, оно отдано будет за вас, делайте это в память обо мне. Мы знаем, что тоже он сделал и с чистым виноградным соком. С одной стороны, друзья, мы говорили о том, какую душевную муку пережил Христос в борьбе на Голгофском кресте. Он лишил нас участия в той агонии, он пережил эту агонию. С другой стороны, он приглашает нас к участию в служении воспоминания о его страданиях и говорит, что когда вы вкусите это тело, вы переживете мои страдания. Не кажется ли вам это очень простым? Христос в агонии страдал на кресте, а мы лишь в воспоминании о его страданиях вкушая, или Христос говорит, делайте это в память обо мне. Не кажется ли вам это слишком простым? Те из вас, кто давно в церкви, может быть, вы помните, был один рассказ в такой стихотворной форме, когда мальчик вышел на рынок продавать яблоки. и когда его спрашивали, сколько это стоит, он говорил, ничего, даром, ничего не стоит. Один покупатель говорит, нет, я не могу даром, другой говорит, это невозможно даром. И когда подошел ребенок, он ребенку сказал, это даром, и ребенок все, все яблоки забрал у него. Вы знаете, иногда мы как люди, смотря на то, что Христос сделал нам, и что он говорит нам, примите, едите, потому что я уже за вас прошел этот путь, люди говорят, нет, это слишком просто, мы так не можем. Но именно сегодня Господь приглашает нас к участию в этом служении. Он говорит, делайте это в память обо мне. Пусть не покажется нам слишком простым то, что сделал Христос для нас, но его агония смерти, его подвиг, пусть в наших сердцах зажжет еще большую ответную любовь нашему Спасителю, потому что моя и ваша вина, мой и ваш грех привели его на Голгофу. А сегодня мы вспоминаем, преломляя и вкушая. Пусть же Божья любовь возродится в нас с новой силой. Аминь. Аминь. Продолжение следует...